Продолжаем проходить Mass Effect 3. В предыдущей серии мы завершили миссию с Рахни, нашими старыми знакомыми из первой части, но прежде чем мы подведем итоги этой миссии и посмотрим на ресурсы, которые нам дали, сначала нужно поговорить в очередной раз с кем-то. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 За всю игру. Видимо, он не подходил в нужное время или вроде того. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Спасибо за субтитры делал DimaTorzok Ну вот же, гораздо лучше ведь, когда диалоги происходят в таком типе, вместо вот этого вот подходения и стояния рядом. Даже на лица не посмотреть толком. Только пялишься на спину и пытаешься как-нибудь вывернуть камеру, при том, что заглушаются голоса от того, что камера поворачивается. Дима Торзок Письмо доктора Лока отбиралу Хакету Охрана чуть не открыла огонь по Рахне, когда их корабли подошли к Горну. Чтобы их пустили на борт, мне пришлось несколько раз упомянуть ваше имя. Они выполняют инструкции, но все участники проекта нервничают в виде повсюду Рахни. У профессора Лао чуть не случился припадок. Я напишу обязательно, как пройдет следующее собрание. Доктор Лок. Хех, забавно. Запись разговора Грюна Новобраца Оралах Новобранец Все равно не понимаю, почему уродцы из аквариума стоят командовать целой ротой. А я не понимаю, почему мне вместо солдат дали хнычащих пыжаков. Солушай карлик, я на войне провел больше лет, чем ты убил врагов. Попытки спариться с соларианками за войну не считаются. Никто не смеет! Кто-нибудь помогите ему, выходим через час. Хех, забавно. Хотя, с другой стороны, нет, нихрена это не забавно. У них же есть чертовы диктофоны, ну почему они не могли взять его на Вермайер? Ну ладно, вы поняли. Эх, и все равно это продолжает выбешивать. Может быть с инхибитором? Нет, 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 нет. Продолжение катализирования будет уничтожить. Северо-неурологическое уничтожение. Не важно. Что ты говоришь? Метод, чтобы экстрактировать функциональную куру, без убивать тебя. Многие вариаторы. Твоя иммунная система компромиссирована, рассматривая опции. И ты должен это сделать громко? Да, слушатель. Нужно слушать себя. Симулирование. Симулировать новые идеи. Максимизировать продуктивность. Но ты говоришь о мне, смерти. О, извините. Медицинские детали, causing эмоциональный дистерсс. Я не считаю эффекта на пациент. Ну, это просто означает, что я не могу спать. Медицинские детали. Торречки, делая мне самое лучшее для вас живой. Возвращаясь к детали сенсивных тем. Шепард, Ив готова за путешествие Тучанка. Настолько раз поговорить с тобой, Морден. Ага, это значит, что у нас, кажется, уже готова миссия «Приоритет Тучанка», не так ли? При этом у нас, кроме неё, ещё полно миссий, которые нужно выполнить, разумеется, пораньше. Причём это действительно важно, потому что после выполнения миссии «Приоритет Тучанка» кое-что поменяется, и сюжет в целом двинется на большой шаг вперёд. Ну, в общем, потом расскажем, чтобы сильно не спойлерить на всякий случай. Так что пока что продолжаем бегать дальше. Э? Куда делся наш калибровщик? Ага, точно, я совсем забыл, нужно же проверять время от времени, потому что они могут свалить в другие комнаты. Вот сейчас он в баре бухать ушёл, судя по всему. Так, все на месте, остальные? Вроде бы, да. Сейчас проверим. Почаще бы, конечно, такие телепортации, тем более, что они друг с другом общаются время от времени, это тоже интересно послушать. Не только, как со мной реагируют на мои безмолвные попытки с ними поговорить. Это не первое время я встречал рак-knife. Реально? Ты видел их раньше? Немного лет назад, на Оверия. Сарин и его minions были пытаться узнать информацию от рак-knife. Ты видел рак-knife? Ну, мы с ней говорили. Вы с ней говорили? Я не могу себе представить это. Ты делаешь, сэр, они потрясающие. Ну, это не было так, в то время. В основном, вы просто выгодите свой путь от одного места и в другом, надеясь, что ваша подходит за рак-knife. Просто одно слово, Шепард. Грунт. Там будет много больше живых реапов, сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Да ладно, Джокер уже за вторую игру и привык к всему этому, хотя его комментарии тоже были крутые по поводу того, кого я там набираю, всяких психов, наемников, убийц и так далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в общем, да, пока что обновлений, судя по всему, нет. Они появляются вроде бы после прохождения некоторых заданий, кажется, но проверять каждый раз мы, естественно, влом. Ну-ка, эти все на месте хотя бы? Вроде бы да. Продолжение следует... 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 Какой, однако, честный репортер, поверить не могу. Сколько сюжетов мы видели потом, как эти репортеры ради сюжета своего залезают буквально в любую дару и делают буквально самые разные моральные вещи. Да уж, но это самая крутая из всех, однозначно. Кстати, у нас еще, кажется, пара моделей прибавилось за то время, что я гулял по магазинам. Здесь у нас полный список всего, что у нас было раньше. Тут пока что не хватает, кажется, всего-то двух кораблей вроде бы, или трех максимум. Хотя они вроде бы всегда лежат на двух полосочках железа, так что два. Да, два корабля теперь осталось. Ну, а привет. Собака, ужас. Так, нас впереди, значит, ожидает задание Н-7, потому что на тучанку мы не будем торопиться отправляться. Так что можно перекраситься как-нибудь по-интересному в этот раз. Ну-ка посмотрим. Может быть, в этот раз наоборот полностью пойти. По-белому. Стать белым пушистеньким, как раз на такую хорошую миссию. Но, конечно, все равно цвета не такие яркие и красивые, как было раньше. Там вообще текстура была такая красивая, квадратненькая. Она вроде бы сейчас есть, кажется, но не так все равно клево, как было раньше. Жалко. Так, и еще, кстати. Ога, ага. Ноги, ханек и дар. Больше урона от оружия, меньше боезапаса. Хм, черт. Вот даже не знаю. Боезапас, по идее, важнее как раз потому, что я ношу такую винтовку классную, которая боезапас лучше всего подходит. Ну-ка. Тут, к сожалению, все очень плохо. Так, а плечи? Я, кажется, новые плечи нашел. Да, ариаки, технологи, жи. Тоже фигня, к сожалению. Боезапас, боезапас, боезапас. По идее, его важнее всего, конечно, улучшать. И все, вроде бы. То есть, пока еще запас очень скромный. Надеюсь, что я буду еще все-таки их пополнить получше. Ну, все, наконец-то. У нас еще, кажется, есть немножко времени, так что можно, в принципе, начать следующую миссию. Тем более, что она будет довольно простенькая. Задание N7. Там тоже, кстати, есть один побочный квест. Вернее, элемент побочного квеста. Так что нужно все проверять. Ничего постараться не упустить. Так, миссия выполняется только один раз. И тратить лишнюю тысячу кредитов на то, чтобы покупать отдельно упущенную цель побочного квеста. Мне, конечно, не хочется. Хотя, да, опять же, в этой игре кредиты тратить просто не на что. Как-то, конечно, из крайности в крайности разработчики кидаются. Если в предыдущей игре, опять же, кредиты постоянно уходили, потому что их было очень мало, апгрейды были безумно дорогими, и тем более довольно важные, между прочим, для всех, то здесь совсем наоборот. Да. Извлечить кинофакт, набрать выживших турианцев и включить присутствие цербера. Это все на дой тучанке. Три миссии полноценных. Ну, естественно, торопиться не будем. Пока что мелкая. Конечно, после каждой миссии мне уже влом на цитадель отправляться. Так, но все-таки... Станция Арктур. Интересно. Вернее, одни обломки. Теперь же это братская могила для 45 тысяч людей. Но при этом получили данные разведки. Полезно, в принципе. Ну, можно время-то и не показывать все-таки исследования. То, как я летаю и с помощью читов халявно сканирую систему и не беспокоюсь о том, что женицы могут как бы прилететь на сигнал. Нет, ничего не прилетят, потому что игровые условности подчинены мне. Хе-хе-хе-хе-хе. Да уж. Какой же я гад. И все. А то только топливо. Похищение Цербера. При том, что женицы, по идее, уже находятся здесь. Да, отправили небольшой флот. И при этом все равно мы там воюем с Цербером. Печально, конечно. Ситуация могла бы развиться совершенно по-другому, если бы разработчики применяли хоть немножко логики в сюжете. Но нет. Драма, драма, еще раз драма. Эх, ладно, черт с ними. Пока что скажут, что очков не хватает для всего остального. Но ничего. Продолжение следует... Хотя ведь не идет этот свет. Кстати, тоже интересное место. Такие гигантские муравейники. Но при этом можно не пугаться. У нас весьма маленькая локация, так что далеко мы бегать не будем. И все эти муравейники обследовать не придется. Тут даже на вот эти этажи не придется забираться. Вот он. Один этаж, а вот второй этаж, кажется, и все. И около того. Так, ну как обычно, надо искать ништяки. Вот он. Кто-то перестреливается, кто-то бегает. Кого-то убили так-то специально в кадре. И он провалился сквозь текстуры. Ну, и в общем, дебилизм. И мы, естественно, еще не сможем сделать, чтобы перебочить здесь всех. Потому что Церберовцы же бесконечные. КПК. Светлана Александрова. Они нас окружили. Пытая... Да-да-да-да-да-да-да. Понятно, в общем. Типичные дневники бедствия. Все подохли, все лохи. Мы должны, как всегда, спасать все задницы. Так, кстати, да. Здесь хорошо будет использовать своего дрона одновременно с турелькой. Ой, какие вы тупые. Серьезно, как вас они так легко убивают? Помните начало игры, где Лиара по вентиляции уползала от Церберовца, которые буквально и взад дышали? И ничего. Не убили ее почему-то. Даже не попали ни разу. Ой, блин. Этиотизм. Хотя да, опять же, Церберовцы стреляют так потому, что эти все люди, в отличие от Лиары, не имеют имени. Поэтому, конечно, никто не будет волноваться о них. Немо, если ты прочтешь это, держись подальше от остановки такси. Там полоса у нас на солдат Цербера. Ну а что, мобильных телефонов не было, что ли? Высокие технологии, черт подери. Нафига вам КПК и сообщения на них оставлять? Гениально. Да уж. Здесь есть одна цель попущенного квеста, но чтобы ее найти, нужно очень внимательно смотреть на землю, потому что она валяется буквально на полу, и ее трудно заметить. И опять же, либо один раз ты ее забираешь, либо... А ты-то что тут делаешь? Ладно. Либо потом выкупать. В терминале. Я лучше заранее все посматриваю, потому что что торопится. Локация маленькая, Церберсы где-то валяются в одном месте. Ну, вернее, не Церберсы, а Гражданские. Но Гражданские, кажется, убить невозможно, которых нам нужно спасти сейчас, так что можно не волноваться. Они бессмертные. Скорее всего, кто там вздох, еще один из них я смотрю. Так, вот она цель квеста. Маленький же точек, который валяется на земле, и который ты фиг разглядишь. О, кстати, можно на него вблизи посмотреть. Все, взяли. Забавно, конечно. Обычно цели квеста это более очевидно расположено. А тут прямо вот на земле валяется, и ты ее увидишь. Я когда первый раз проходил, даже не знал о ней. Да ладно. Здесь даже не жарко, абсолютно. Ну, в смысле, не так много народа, которые пытаются нас убить. О, емкостный шлем, новая броня. Хотя, да, бесполезно, конечно же, для меня. Интересно, если выпускаю броню и не могу взять ее, я тоже могу потом купить ее в будущем или нет? Это важно, в принципе, знать. Так, где-то там развлекаются, прыгают, бегают. Ну, все, кажется, локация исследована. Как было сказано, она очень скромная и простенькая. Так что долго мы здесь мучиться не будем. Смотри, реинфорсменты здесь. Кажется, серверцы тоже конечный какой-то праз, поэтому можно перестрелять просто, и гражданские будут сами двигаться. Силей охранять не нужно, они все равно бессмертные. Это, конечно, удобно и халявно. Продолжение следует... Хоть бы музыки подбавили, что ли, для напряжения. Как-то слишком тихо звучит, или мне кажется. Ну и церберовцы, опять же, это коттан с почему-то очень маленькими отрядами. Хотя, по идее, призрак после всех этих неудачных операций должен был догадаться, что почему все его операции проваливаются, где участвую я. Просто потому, что три человека умудряются перемочить всех. Лишь потому, что у церберовцев боевая мощь, по всему, весьма дерьмовенькая. Хотя, опять же, в геймплейном плане. Потому что в катсценах они сразу же включают мозг, и начинают очень круто бегать, стрелять и так далее. И мы тоже начинаем тупить больше остальных. И вместо нашей классной пушки получаем какой-то дурацкий автоматик. Кое-как популивающий. Ну, вы поняли, да. Как уже было сказано 50 раз, по поводу того, как сильно различаются катсцены и геймплей. И это очень глупо, конечно же. Ауч. Кто-то красиво стреляет. А, пулемет, наверное, опять поставили где-то, гады. Ну, это же, блин. Хотя, я тоже не сильно напрягаюсь. Всегда противники тупят больше, чем я. Наверное. Где мои товарищи, интересно, когда они нужны? А ведь действительно, блин. Попрятались там хенд знает где, гады. Хе-хе. И меня в итоге мочат. Нет, это надо прекращать экономить меди-гель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова